...центр, который проводит цикл лекций, ведущий специалистом в области общественных гуманитарных наук, экономистов, политологов, практиков, теоретиков, которые приоткрывают для нас этот укрывал и зимой. Речь идет о будущем политических институтов, об экономике, о семье, в общем, о всем том, что может измениться. Элла Паниер рассказывала о трансформации института семьи, Кирилл Рокко по переходе советских практик в постсоветский. Евгения Шурман о будущем демократии, Юрий Курецов, о безусловном базовом доходе. И сегодня Дмитрий Москин, кандидат политических наук, руководитель научно-институтического отдела уральского филиала ВИЦСИИ, куратор школы авторских маршруток, от себя добавлен некорректный экскурсовод, прочитает лекцию «Будущее городов. Риски глобальной урбанизации». Почему будущее городов не определено, почему классический город может оказаться в Красной Киеве и строить хороша урбанизация. Примерно 45 минут, да? Примерно 45 минут монолог, потом вопросы от вас. Сигнал «Поднятая рука», я подбегаю и вы задаете себе вопрос. Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение, за то, что вы пришли. Я понимаю, что мороз, пробки и очень интенсивная программа «Вечер и четверга» сегодня сразу на нескольких площадках обсуждают город наш родной Екатеринбург и его будущее. Поэтому для меня лестно, что кто-то решил все-таки пойти сюда. После перечисления тех имен, которые были до меня в этой программе, мне очень неловко, что я вообще здесь. Потому что, конечно же, к мэтрам научным и мэтрам медийно-звездным я не отношусь. Но то, о чем мы будем говорить, я надеюсь, будет понятно, по крайней мере, к концу лекции. Может быть, вначале будет не совсем понятно, а к концу, надеюсь, будет более понятно. Говорить я буду о непосредственно тех тенденциях, проблемах, свидетелем которых мы все являемся. Рефлексируем мы их очень по-разному. И то, что предлагаю я, это такое, наверное, во многом сильно субъективное мнение и отношение. Поэтому, если кто-то пришел на чисто научную дискуссию, давайте договоримся, что… Нет, это не научное сообщение, а это такая вот эмпирика, каким-то образом, специфическим, может быть, образом, осмысленная и преподнесенная. Я буду говорить о городах, о будущем городов сначала in general, то есть в общем, а затем мы попробуем это приземлить на наш родной Екатеринбург, потому что мне кажется, что очень многие проблемы, с которыми Екатеринбургу еще предстоит столкнуться, уже есть во многих других крупных городах, средних городах. Если мы исторически посмотрим, то вообще есть очень удивительные и не очень радостные параллели. Поскольку я, напомню, еще и радикальный пессимист, радостного будет немного, но, может быть, в процессе дискуссии вырулим и на позитивные явления и попробуем посмотреть, что происходит с ними. Значит, я вывел здесь вот неспроста эту карту, мне кажется, она абсолютно… Не карту, в смысле сайт, мне кажется, она абсолютно медитативная. Вот можно бесконечно сидеть, смотреть и философствовать относительно того, как буквально каждую секунду кто-то новый, вот он уже появился, и вот он уже начинает жить. И его будущее мы как раз здесь обсуждаем и во многом реконструируем или проектируем. И одновременно это цифры, от которых хочется оттолкнуться. Дело в том, что, говоря о городах, мы, конечно же, банальнейшая фраза, должны вспомнить о том, что уже 55% населения планеты живет в состоянии городской жизни. При этом это очень равномерные показатели по континентам. Самый низкий показатель у Африки, самый высокий у азиатской части Евразии. И, соответственно, по числовому, если смотреть выражению, а не по процентному. И все это, в общем-то, заставляет нас действительно очень много говорить об урбанистике, об урбанизме, о городах как культурном, историческом, социально-политическом и так далее явлении. И во многом с этим связана и популярность, и модность этой темы, в которую войти с чем-то новым, с чем-то интересным становится все сложнее. Потому что о городе скоро уже каждый второй точно будет знать все и говорить об этом публично. Перспективы сноса башни весь город обсуждает, совершенно не смущаясь. Все стали великими архитекторами, градостроителями, урбанистами, планировщиками, хранителями исторического наследия. Все компетентны. Потому что действительно очень большой процент населения, 4 миллиарда с лишним, 4,5 миллиарда жителей планеты, их повседневность проходит в городской среде. У меня есть три тезиса, которые я сразу же озвучу, как основные в своем выступлении и от которых я буду отталкиваться в своем размышлении. Первый тезис, конечно же, тоже безумно банален. Это то, что урбанизм необратим. И урбанизм происходит неравномерно. И, соответственно, влечет за собой огромное количество рисков, с которыми нам приходится считаться уже сейчас. Опять же, каким-то урбанизированным пространствам это удается делать проще, быстрее. Какие-то только-только начинают задумываться, какие-то совершенно не обращают на это внимания. Но здесь я сразу ставлю такой парадокс, тезис-парадокс в том, что урбанизация растет, а вот количество городов в том значении, которое я буду вкладывать в это слово, уменьшается. Мы получаем большие урбанизированные пространства, урбанизированные среды. Но то, что можно назвать классическим городом, превращается в некоторые исторические феномены. Поэтому у меня и возникает такая идея, что по некоторым показателям мы можем уже спокойно формировать Красную книгу городов, занося туда самые прекрасные, самые уникальные, самые интересные городские формирования и городские истории. То есть для меня урбанизированное пространство и город — это не тождественные понятия. Об этом я в первой части еще более подробно поговорю. Соответственно, второй тезис заключается в том, что будущее города, если мы его поставим в кавычки, — это очень удобный способ манипулирования. То есть то, как тема сформулирована, она изначально была манипулятивная. Сразу скажу, это была не моя формулировка, я хотел немного другую, не используя понятие современный город и будущий город, город будущего. Потому что это категории, которые действительно уже наполнены достаточно циничным содержанием, спекулятивным содержанием и влекут за собой очень рисковые и, так скажем, моральные точки зрения, печальные для города практики. И, соответственно, вот эта вот риторика будущего города, осовременивания города — это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, когда слышим об очередной инициативе. Давайте развивать парки, велодорожки, строить ледовую арену вместо телебашни, храм на пруду, храм на берегу, пруд вместо еще чего-то. И вот это бесконечная канитель, которая всегда будет прикрываться риторикой будущее. Город должен развиваться, город должен становиться современным, город должен встать в одну плоскость с какими-то мифическими городскими примерами городов на других континентах. Вот, соответственно, отталкиваясь от этих тезисов, давайте сначала потеоретизируем, но прежде посмотрим на еще одну картинку. Значит, тут мы помедитировали, а теперь давайте уйдем в фотографический материал. Значит, это достаточно понятная, я думаю, всем хорошо известная карта. карта звездного неба, с которой очень хорошо видны вот эти вот следы урбанизированных пространств. Всюду, где горит свет, это значит, что там такая плотная, интенсивная концентрация людей, какой-то экономической деятельности и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что действительно мир стремительно урбанизировался. И там 50 лет назад, ну наверняка, такую карту мы бы не увидели, уже не говоря о 100 и более дальних сроках. И, соответственно, вот здесь очень важно, давайте посмотрим все-таки, что такое город, что можно понимать под городом. И я думаю, что все прекрасно знают самые разные подходы российских авторов, зарубежных авторов. Но парадокс-то в том, что когда начинаешь смотреть серьезные источники, обнаруживаешь, ну серьезный источник, например, одна из программ развития городов, принятая Организацией Объединенных Наций в 2016 году. И начинается на второй страничке, они честно пишут, а мы не знаем, что такое город. Вот существуют разные подходы к тому, что такое город. Город может быть юридическим образованием, то есть мы признали, что вот эта вот часть пространства является городом, а вот это уже не город. Это может быть инфраструктурное образование, то есть все, что там условно соединено асфальтированными дорогами, сетью теплоснабжения, электричества и так далее. Это может быть по численности населения. Здесь мы вспоминаем в том числе российскую практику, там до скольки-то тысячи, десятков тысяч человек это поселок городского типа, а потом в группах уже город. Вот надо вернуться к предыдущему графику и посмотреть, там родилось 10 лишних человек, все, уже стали городом. И это действительно проблема серьезная методологическая. Когда мы обращаемся к философии, к урбанистике, урбанистике вот именно в таком плане аналитическом, мы обнаруживаем, что под классическим городом все тоже подразумевают очень разным. Например, для Бруно-Латура город начинается с момента, когда возникает рынок и вокруг него несколько домов. Вот такая вот история. Собственно, почему? И я думаю, легко догадаться, почему. Потому что на рынке происходит определенный процесс взаимодействия, обмена и так далее. И возникает своя особая культура. И мы, кстати, по месту моей основной работы, буквально полтора года назад случайно вышли на эту тему, когда размышляли, почему вдруг в Екатеринбурге школы в начале 10-х годов, 20-го века строились на торговых площадях. Вот там была принята такая программа. Каждая торговая площадь должна получить свою школу. И если мы посмотрим, практически все здания сохранились, и в том числе эти. Потому что вот, собственно, на этой площади происходит вся основная концентрация на тот момент городской жизни во всех ее практиках и своеобразии. И школьник одновременно еще социализируется как горожанин, как житель этого города, неизбежно проходя через эту площадь, и созерцая ее через огромные окна, которые на эту площадь смотрят. И это там площадь 1905 года, и Хлебная площадь, и Семная площадь, и Малаховская площадь. Вот на всех появились эти самые уездные школы. Земские школы, извините. Соответственно, это у гранулатура. У Ханна-Арент, понятно, будет такой античный заход через классические философские представления. Есть Агора, есть город. Нет Агоры, нет города. Там Агора полис, соответственно, для нее городская жизнь — это некое равноправие граждан, горожан и определенная социально-политическая форма. Если мы возьмем российских авторов, ну, например, Оксана Запорожец, одна из сейчас, наверное, таких наиболее интересных исследователей, занимающихся микроурбанистикой, говорит с точки зрения классической социологии, конечно же, что город — это пространство социального взаимодействия. Какого взаимодействия? Дальше начинаются разные версии и подходы. Не урбанист, но прекрасный полемист и мыслитель Инна Прохорова говорит о том, что нет, конечно же, город — это культурное пространство, это культурная жизнь, это концентрация всевозможных культурных практик вот в такой некой узкой точке, что нам на ровный счет ничего не говорит, потому что получается, что вот это вот все, что горит, это все такое вот насыщенное культурное пространство, и мы ничего не понимаем дальше, как его там сегментировать и разделять на какие-то уровни, варианты и тому подобное. Ну и, конечно же, наверное, одна из самых таких крупных звездных фигур, недавно здесь же выступавшая в Ельцин-центре, Виктор Вахштайн, человек, который пока больше всех натеоритизировал и обобщил теоретических представлений о городе, говоря о том, что, конечно, мы должны прежде всего понимать, что есть разные языки описания города, и при этом сам город не надо воспринимать как нечто статичное и один раз нам данное, что существуют разные города и разные языки описания этих городов. Но все это можно обобщить, если мы посмотрим на 20 век, модернистский вариант описания города, город как машина роста, как ресурс, как вот эта вот точка, в которой все время должно что-то производиться, нагнетаться и делаться. Но это в том числе мы прекрасно понимаем по советскому сценарию развития нашего города, где все должны быть встроены в заводское производство, и город — это такой действительно комбинат огромный. Второй — это левацкий подход, то, что можно отнести к неомарксизму, где город — это пространство конфликта, неравенства и борьбы за право на этот город, и то, что к российским реалиям практически сейчас не имеет никакого отношения, потому что такого сформированного, идеологически подкованного и длительного, по крайней мере, на протяжении хотя бы 10 лет сопротивления мы нигде не наблюдаем. Спорадические практики есть, а так, чтобы это была системная борьба за право на город со стороны, по крайней мере, какой-то части городских жителей, это, конечно, не про Россию. И третий вариант урбанизма и понимания города, языка и описания города — это хипстерский урбанизм, где город — это что? Как говорил Ян Гейл, это сцена. Вот, собственно, у нас и возникают пешеходные зоны, open space, public space в смысле, всевозможные прекрасные площадки, ельцин-центр со своим светодиодным экраном в виде фасада. То есть все должно играть, радовать, увлекать, делать жизнь интереснее, ярче. И таким образом город — это вот такое место для развлечения и комфорта. Но это в любом случае, опять же, нам ничего не говорит о том, что же можно понимать под классическим городом. Так вот, чтобы уж там сильно не растекаться, я обозначу свой подход, который все-таки, конечно, больше социологический. И результат такого вот двух- уже, наверное, трехгодичного размышления и наблюдения за разными городскими ситуациями и разными городскими историями. И для меня город — это прежде всего такое формирование, то, что формируется ежедневно через многообразие повседневных практик, создаваемых непрерывным взаимодействием разных для друга людей. То есть, может быть, это звучит сложно, но если упрощать, то город — это пространство культуры совместной жизни, интенсивно развивающейся культуры совместной жизни. И в этом смысле мы получаем очень интересные возможности для градации, потому что в 20 веке мы наблюдаем большое количество городов. Ну, Россия, я думаю, здесь прекрасно понимают, Россия — страна, которая гордится тем, что в ней 1100 городов, часть из которых уже небольшая, но, в общем, деградирует стремительно до состояния непонятно чего на самом деле. Предприятие закрылось, и вот что дальше люди вокруг этих руин делают. Но вот эта застройка Советской России городами под экономические задачи, под экономические цели, это был серьезный вызов в 20 веке, вызов именно вот этому классическому городу, потому что это было пространство, в котором изначально все было предопределено конкретными экономическими функциями и задачами. Жизнь алгоритмизировалась достаточно стремительно. Если мы, например, возьмем практику жизни в моногороде, советском, постсоветском, практику жизни в каком-нибудь городе с историей, 300, 500, 700 тысячелетней, соразмерной по количеству жителей где-нибудь в Европе или в Азии, мы обнаружим совершенно разную интенсивность вот этого взаимодействия и городских практик, повседневных практик. Все, может быть, хорошо помнят фильмы из книг классических, что такое просыпающийся город где-нибудь в Англии. Молочник повез молоко и расставляет его на крыльце частных домиков. Следовательно, почтальон повез почту и раскладывает ее по почтовым ящикам. Люди в Париже вышли за багетами в соседнюю пекарню и радостно в 6 утра идут пить с этим багетом кофе и так далее. То есть то, чего у нас так-то ведь и не увидишь. Почтальон вообще теперь редко куда заходит. Молочник никогда в жизни никому не приезжал с молоком. То есть вот эти все такие очень простые, очень понятные вещи, это все действительно такая серьезная и интересная, и, скажем честно, пока слабо изученная повседневная культура города. Значит, здесь, чтобы не быть совсем уж голословным, я, конечно, обращусь к труду почти столетней давности. Книжечка, вышедшая в 1938 году, Луиса Вирта «Урбанизм как образ жизни». Те, кто читали эту книгу, наверное, подтвердят, что при некоторых достаточно уже архаичных высказываниях все-таки автор, как немногие в 20 веке, но смотрел на далекую перспективу. То есть то, что он описывает, становится актуальным гораздо позже, не в 30-е годы, а в 70-е, в 90-е, в 2000-е, в 2010-е. Потому что, собственно, у Луиса Вирта очень четко появляется вот это понимание природы, урбанизма и урбанизации пространства. И вот здесь он очень четко обозначает, что такое все-таки город именно с точки зрения социологии. Город — это относительно крупное, плотное скопление разнородных индивидов, живущих в условиях анонимности, без личных отношений и опосредованного контроля. Телесное и физическое соседство и социальная дистанция, характеризующие городскую жизнь, культивируют в людях вынужденную осторожность. В число высших человеческих добродетелей в городе входит искушенность, способность не дать другим себя одурачить и здоровый скептицизм. Вспоминаем, как мы относимся к разным инициативам, которые регулярно в городе озвучиваются. Тем не менее, для того, чтобы каждый горожанин мог достичь своих индивидуальных целей, им приходится объединяться между собой. Поэтому в городе процветают добровольные ассоциации. Ну и вообще дальше, когда он размышляет и теоретизирует, он очень четко обозначает, что город — это прежде всего численность, плотность и гетерогенность. И он говорит вот эта принципиальная мысль, которая мне очень нравится и которую очень многое, мне кажется, объясняет в природе города. Город — это место, где встречаются разные люди, изначально друг для друга чуждые. И он как бы пытается снять это классическое противопоставление между сельской местностью и городской местностью, потому что это тоже классика такая 19-20 века, что город противостоит селу. Он говорит, что, ну как бы да, исторически так получается, что люди переселяются из села, но природа совершенно другая. Это совершенно другое измерение, изначальное, со времен еще античных полисов. Ну и если мы еще глубже копнем, то и тех городов, которые существовали 6 тысяч лет назад. Это место, где действительно сталкиваются совершенно разные и изначально ничем не связанные люди, которым надо в силу специфики пребывания в одном пространстве, искать вот эти пути взаимодействия. Это опять же мы перекидываем, когда на практику создания, искусственного создания моногородов, мы видим, что здесь эта логика изначально сломана. У всех уже предписана функция. Все должны столкнуться друг с другом в рамках определенных функциональных обязанностей. Что нам здесь нужно 10 инженеров, там 20 фрезеровщиков, столяров и так далее. И вот люди в какой-то момент все понимают, что они здесь объединены выполнением конкретной функции. И все прочее взаимодействие, ну как бы уже для них, оно актуально, но оно не столь остро, как в условиях вот такого классического идеального города. Ну мы можем вспомнить еще прекрасные игрушки компьютерные. В SimCity, я думаю, многие здесь сидевшие играли, с 90-х годов, где что такое город для SimCity. Это такая внешняя структура. Домики надо поставить, трубами соединить, электростанции перестраивать там раз в сколько-то лет и налоги собирать. А то, что там какая-то внутри еще жизнь предполагается, это значение для игрушки не имеет. То есть ты должен себя почувствовать таким неолиберальным стратегом, который вот тут рулит. значит, где что будет, где телебашня возникнет, а где храм будет стоять, где электростанция, а где автобусная остановка. Вот, если у вас есть вопрос, озвучите, да, если это очень такой прям в тему вопрос. Но так вообще после желательно. Какая мотивация, зачем им жить вместе? Зачем им жить вместе? Понимаете, вот здесь я совершенно соглашусь с Вахштайном, что в комфорте, конечно, о комфорте никакой речи не шло. Никто никогда не думал, в середине 19-го, начало 20-го века не было такого понятия. Город — это комфортная среда питания. Еще и быть комфортной. Она еще и жутко опасная с точки зрения заразы. Здесь гораздо быстрее все распространяется, чем в сельской местности, антисанитарии, потому что все выплескивается прямо вот здесь, вот у тебя дом, крыльцо, и уже все течет. В землю не уходит, потому что брусчатка лежит. Конечно, первоначально это вопросы были безопасности и нового характера экономической деятельности, нежели в сельской местности. Просто изначально это другое, другие задачи, которые люди перед собой ставили. Но безопасность, вот эта концентрация, отгородиться и задать какую-то собственную систему. Но это хороший и интересный вопрос, если мы будем туда далеко смотреть. То, что сейчас происходит, конечно, уровень сознания, восприятия совершенно другой и строится иначе. Соответственно, давайте теперь поговорим, что же такое урбанизированное пространство. Понятно, что это для меня пространство, которое лишено задачи обеспечивать какое-то интенсивное развитие культуры, взаимодействия живущих в нем людей. Но чтобы было понятно, самый простой для меня наглядный пример в любом сейчас городе — это районы новостроек, где пространство вроде урбанизировано. Есть дороги, возьмите академические, есть дороги. Причем, если вы бывали в академическом до момента появления большей части нынешних домов, то вы очень хорошо представите, что такое урбанизирующиеся, такой сим-сити реальный. Урбанизирующиеся пространства — болото. Потом вдруг болото осушается, прокладываются дороги. И на этих дорогах возникают знаки, в том числе знаки, где можно переходить. Хотя еще нет ни одного дома, нет вообще ничего. Знаки остановок и знаки, где обозначено движение не больше 20 километров, потому что дворовая зона. Но нет ничего. И дальше начинают формироваться вот эти дома. Это пространство как бы застраивается. И вообще-то вот в таких районах новостроек очень мало кого заботит, что там будет происходить дальше. Как там люди будут взаимодействовать, в каких пространствах. Есть сейчас девелоперы, которые прикрывают это все такой вот гуманистической риторикой. Мы сделаем комьюнити-центр. В нашем загороженном дворике люди чувствовали себя каким-то комьюнити, сообществом. Вот такая искусственная попытка создать, вырастить эту среду взаимодействия, среду этого интереса. Но мы же прекрасно понимаем, и если мы берем более старые советские районы, которые когда-то были новостройками, условно район Ботаники, ЖБИ, это все моментально рухнуло. Система ЖБИ, которая строилась первоначально на взаимодействии, на утопическом представлении об этом новом районе, городе будущего, где мы будем, молодые студенты, строители, создавать новую жизнь. И агору построили. Там же все прекрасно помнят открытый амфитеатр, который красиво размещается за Коском, и в котором какое-то время теплилась жизнь, а потом она исчезла. И очень хорошо потом заметно, через сколько лет подъезды превратились в общественные туалеты, во что превратились лифты, дворы и так далее. Не сработало ничего, никакого искусственного выращивания города здесь оказалось невозможно. Но пространство урбанизировано, и все прекрасно. Те, кто любят урбанизированные пространства, там могут получить весь комплекс желаемого и необходимого. То есть урбанизация — это скорее такое создание инфраструктуры, переваривание пространства, усреднение, во многом создание фейков, каких-то искусственных конструкций, алгоритмизация жизни внутри этого пространства. Ну, собственно, поэтому и стоит все время вопрос. Академический трамвай, там не трамвай, там такой общественный транспорт, вот этот курс пустить другой. То есть надо задать определенные совершенно логики и правила мобильности в этом районе. И количество взаимодействий, конечно, здесь оказывается крайне невелико. Оно формируется, понятно, оно будет. Конечно же, не роботы живут, и люди общаются, и дружат, и друг к другу в гости ходят. Но это очень такая, оказывается, специфическая история, во многом совершенно ненужное большинство людей, потому что этот район они воспринимают как спальня, место, где надо спрятаться в своей квартире. Или если это для молодой семьи, значит, вместо чистый воздух, прогулочная зона, и вот с колясочкой ходить, гулять, наслаждаться жизнью за пределами экологически неблагоприятного мегаполиса. И, соответственно, вот в этой логике очень интересно посмотреть на метафору урбанизации города. То есть та ситуация, когда классический город перерабатывается, перемалывается и превращается из вот этого пространства культуры совместной жизни в действительно такую приятную, интересную, но лишенную человеческого содержания, человеческого смысла среду. И вот в этой связи интересно посмотреть на сценарии, которые уже проявили себя в 20 веке и в начале 21 века относительно того, что может происходить, из чего вырастает вот эта проблема урбанизации города, из чего вырастает проблема утраты классического города. Дело в том, что в 20 веке мы получили разные кейсы, которые могут выстрелить в любой момент разными способами, не буквально повторить то, что было, но по сути воспроизводя логику и содержание этого кейса. Здесь я сошлюсь уже на Зигмунда Баумана, который, если книгу «Актуальность Холокоста» читали, он в ней говорит о том, что Холокост возможен в любых условиях сейчас. Вот в любой момент где-то он может случиться. И мы даже можем и не узнать об этом моментально. Потому что он показывает, как Холокост был встроен в систему индустриального мира и по каким правилам он в действительности работал. И вот то же самое здесь. Кейс кажется историческим, но по факту он может себя проявить в любой момент времени самым неожиданным образом. Значит, попробуем листать. Но она не листается. Окей. Значит, ну вот здесь не сильно, может, хорошая картинка по размеру, но сейчас попробуем. Значит, это кто-то может догадается. Карта подсказала уже на самом деле, что это такое. Это Иерусалим. Эпохи, собственно, после признания Израиля независимым, войны и появления вот этой стены внутри очень древнего, один из древнейших все-таки городских поселений, появление вот таких загородок, отделяющих еврейских поселенцев от арабских. На тот момент от Иордании. И, собственно, весь город был пронизан вот такой границей. Вот здесь это очень хорошо видно. С легендой карты можно, собственно, разобраться, где что происходит на протяжении там нескольких десятилетий. И вот это один из таких первых ярких примеров, как можно классический город превратить из цельного пространства, очень сложно устроенного, такого гетерогенного по-настоящему, где действительно очень важны выдержанные правила, отстоявшиеся правила совместной жизни, как его можно превратить в какой-то матрешечный город. Даже непонятно, что это на самом деле. Я иногда говорю о том, что это город Шрёдингера. То ли он есть, то ли его нет в этот момент времени. Потому что совершенно непонятно, как можно считать городом место, где в любой момент времени начинается война, где дома, примыкающие к этой стене, строятся еврейскими поселенцами так, чтобы снаряды не залетали на детскую площадку, в случае чего они туда регулярно залетают. То есть это о чём-то другом. Это вот об этой обороне, это о крепости, но не о классическом желаемом городе, городе комфорта. Никогда в жизни никто не поверит, что в Иерусалим надо было ехать за комфортом, ехать за чем-то другим. И это очень важная и показательная история. Конечно, более понятные и близкие нам, как жителям европейского континента, пример — это Берлинская стена, которая точно так же уничтожает пространство единого исторически сложившегося города. Города, к тому времени уже подвергшегося тотальной бомбардировке и уничтожению, но при этом сохранившему, в отличие от некоторых других городов Европы, своё население, помнящее этот город и, соответственно, восстанавливающие его именно из-за любви к этому городу. И вот внезапно вдруг возникает вот эта буферная зона, зона отчуждения. На этой картинке она, мне кажется, очень хорошо просто видна, насколько зачищены были огромные пространства, стена, если не ошибаюсь, это то ли 140-160 километров в длину, окружающая западный Берлин и стена, которую не преодолели до сих пор. Буквально ночью сегодня, когда я смотрел картинки, в новостях появилось сообщение, что сенсация — найден кусок берлинской стены, кусок берлинской стены, который, соответственно, нигде не зафиксирован. Вот невозможно себе поверить, да, казалось бы, уже там немцы должны были всё излазить, в общем, и Берлин-то это ведь не континент какой-то. А вот оказалось, что в лесу аж целых 300 метров есть стены, которая нигде не учтена. И теперь, значит, там собирается петиция под тем, чтобы сохранить эту стену как памятник, признать её объектом культурного наследия, повесить всякие таблички и так далее. То есть сейчас это смотрится, конечно, совершенно дико, но это вот отголосок. 30 лет прошло почти, да, в следующем году будет 30 лет, как этой стены нет, а мы всё ещё продолжаем о ней вспоминать, о Берлин преодолевать эту проблему, да, потому что те, кто бывали в Берлине, хорошо себе представляют, что это такое. Да, если пойти по линии, они, благо, оставили саму линию, да, вот эту, по асфальту, очень хорошо видно, как сложно соединяется ткань городская, да, что иногда это настолько искусственно и настолько не как бы чуждо для не только сам Берлинца, но и для туриста, ну, как там, например, подсдаймер плац, который так бах, и как бы падает, да, вот эта вот огромная махина из небоскрёбов, из стеклобетона, и вдруг она вот приземляется, да, и у берлинцев очень много было всегда критики в отношении этого проекта, а потому что вот такая вот зона, да, зачищенная за стеной, с которой надо было что-то делать, и они продолжают и продолжают, значит, изживать из себя вот эту историю, но при этом у Берлина, конечно, очень интересные кейсы, у западного, прежде всего, Берлина, я буквально недавно тоже узнал об этой практике, что там прям действовала специальная программа по заселению западного Берлина, и заселение происходило таким образом, что это были люди изначально склонные к созданию комьюнити, да, и западный Берлин, когда всё открылось, вот эти комьюнити хлынули в восточный Берлин и начали его всячески перерабатывать, да, то есть как бы получилось, наоборот, не советский немец, да, пошёл в западный Берлин и как бы пытаясь его там строить свой культурный код, а именно западный Берлинец сумел за счёт такой вот мобильности, организованности выйти в восточный, и сейчас там очень интересно, вот есть места, где благодаря этому происходит, ну, иногда они это называют почему-то джентрификацией пространства, скорее такая вот витерогенность, да, создание очень разных практик, и вот вдоль Шпрея в восточной части Берлина очень хорошо это всё заметно, как по берегу возникают разные там лагеря, да, там какие-то интересные такие лофтовые заведения из фанеры, из коробок, куда ходят достаточно богатые немцы, потому что это просто вот кайфово, и там формируется какая-то новая субкультурная жизнь. Вот, но чтобы всё это было понятно, вот такие, собственно, картинки, отнюдь не юмористические, а трагические, да, потому что берлинская стена — это прежде всего разделение. Культура взаимодействия, которая… Всё, да, вот в этот момент она рушится, и твои родственники, друзья оказываются где-то там, твои коллеги оказываются где-то там. Кто-то не успел доехать на автобусе минувшим вечером, утром у него уже нет этого шанса, возникла стена, да, и таких примеров немцы знают очень много. Ну, вот это пример, который для нас будет близок и понятен. Значит, сейчас здесь вот в этой части Берлина огромный музей берлинской стены, где вот эти все истории очень хорошо показаны. Как люди хотят вернуться в нормальное состояние совместной жизни, да, как они строят туннели, как они создают там всякие программы, как вызволить людей из-за стенок. И вот один из ярких примеров — это вот этот храм, который оказался в восточной части Берлина, в зоне отчуждения, и который решили взорвать. И когда его взрывали, с западной стороны пришли жители, это был их приход вообще-то, еще какое-то время они даже могли через стену ходить в этот храм, там полгода, по-моему, у них такое право сохранялось. И вот они все вышли, потому что для них рушилось, ну, это был окончательно, как бы крах всей картины мира, да, потому что теперь больше нет религиозной общины. И вот это все очень такие, конечно, болезненные вещи. Там изъятый дом, например, да, вот раз и нет половины дома. Такое очень болезненное вторжение в ткань городского пространства. Мы видим, что это какие-то совершенно чудовищные вещи, если вдуматься, если всмотреться в то, что происходило. А это Екатеринбург. Да, и моя любимая тема загораживания дворов, повсеместного появления заборов и практики, которые вокруг этого. Я всегда люблю рассказывать о практике взаимодействия двух девочек у меня во дворе. Одна в одном дворе через забор, другая в моем дворе. И они общаются друг с другом через забор. То есть вот так вот они общаются примерно. Да, потому что ни у той, ни у другой нет ключика от калитки. Каким-то родителям не дадут ключик. Вот они сидят под забором в летний период и друг с другом разговаривают. Это наш любимый вокзал, который отгородился от города, ворота в город, который теперь непонятно что. Это ген-то такое. Ну вот я уже много раз спрашивал в разных местах. Пока, видимо, Екатеринбург первый город на Транссибе, где вокзал отгородился от города и упорно держит оборону. Ну и вот такой вот уже смешной, конечно. То есть вот кого этот забор построен в поле, зачем это все нужно, эти глухие стены. Ну вот какая-то наша такая специфическая ментальность. Второй кейс. Кто-нибудь знает, что это? Где это? Ну не стесняйтесь. Париж. Так, а еще версии есть? Правильно, конечно. Да, это Китай. Совершенно верно. Второй кейс – это города-призраки. То есть если первый кейс – это разделенный город, то второй кейс и вторая практика вполне себе реалистичная – это города-призраки. Китай пока, видимо, первенствует в этой тенденции, в этой политике. Города-призраки, где вот эта вот инфраструктура создана, никем не заселена. Все очень красиво, там какая-то скульптурная композиция. Туда приезжают туристы, потому что это просто интересно посмотреть. Есть уборщики, есть служба благоустройства, потому что это все надо как-то содержать. Да, есть некоторое количество жителей, действительно, которых угораздило что-то там купить, переехать и пытаться в этом во всем жить. Ну вот такие, в общем, уже непонятно, то ли фейк, то ли не фейк, но подобные картинки можно встретить. Это не фейк, но тоже город, который такого призрачного характера. Сейчас не помню его название. По-моему, это вот та история, когда строили рядом с шахтами, там внезапно богатые были проведены геолого-разведочные работы, там большие запасы. Значит, было понятно, что надолго осядут рабочие, решили начать строить город. Такой мегаполис, сразу на несколько миллионов. А потом что-то пошло не так в производстве. Мегаполис есть, а жителей нет. Да, и непонятно, что с этим делать. Третий кейс. Третий кейс – это заброшенный город. Это Детройт, конечно. Совершенно верно. То есть когда… Все. Экономическая функция не работает, и горожан больше ничего и не связывают. А что здесь сидеть-то? Это у нас любят, что как же мы уедем, там патриотизм, ну я же здесь родился. Ну немного прагматизма. Ну не дадут Краснотуринску через 10 лет эти миллиарды на то, чтобы они там все оставались при закрытом производстве. И туристическим центром Краснотуринск не станет, потому что у нас просто нет возможности туда скоростную ветку проложить. Соответственно, какая возможность? Только уезжать оттуда. И рано или поздно это будет вот такой же город-призрак, город-руин. Красивый, интересный. Да, вот это вот будущее стадионов после чемпионата мира по футболу в ряде городов России, потому что не справятся. Елена Германовна Трубина, наш прекрасный теоретик в урбанистике, делала много докладов в начале 2010-х годов про последствия глобальных событий для города, где показывала, что происходит после Олимпиад и крупных чемпионатов, в том числе после Экспо, за всей этой инфраструктурой. Ну вот так. Не сильно радостно. Пример продолжающий. Значит, город-призрак и город, из которого ушли жители. Да, вот это что у нас? Кто догадается? Ну нет, конечно. Это Кенигсберг. На момент фотографирования он все-таки еще носит название историческое. Да, вот это город Кенигсберг. Посмотрите, да, там плотность застройки такая европейская. Там Альтштадт, Кнайхопф, и, соответственно, вот это, вот на этом островке, на котором Кант похоронен, да, и стоит сейчас только один храм, примерно 3,5-5 тысяч жителей размещалось в хорошие времена Кенигсберг. Такая плотность, интенсивность жизни совершенно колоссальная. А это эти же места после бомбардировки и эти же места после советской застройки. Да, было проще все снести. Почему? Потому что город покинут своими жителями. Здесь не возникает, туда придут новые, да, совершенно справедливо, но это уже не огорожание этого города. Да, это пользователи, так скажем. И пользователи, которые не поняли, что с этим всем делать. Руины какие-то, кирпич. Проще это все сравнять с землей и забыть. И, соответственно, когда мы в Калининграде сейчас бываем и общаемся с местными, здесь был кто-нибудь в Калининграде? Да, то вот, наверное, вы обращали внимание, что там такая тоска по Кенигсбергу, которого ни один калининградец никогда в жизни не знал. Да, и наследовать которого он, в общем, как бы юридически это право вроде как бы и не имеет. Но тоска очень сильная. Прямо вот последние два года это очень заметно. Как пошли книжки про этот остров, пишутся сказки про жителей этого острова. Там есть такой прекрасный публицист и писатель Александр Попадин. Вот он теперь сочиняет. Какая тоска. Тоска по нормальной городской жизни. Да, где все понятно, где есть торговцы, где люди ходят в гости и тому подобное. Потому что вот в той среде, вот там посмотрите на задний план, да, уже не говоря вот об этом доме советов, который так и не достроен почти уже 40 лет, да, и вот о тех панельных и постройках 90-х годов. Все на месте классической немецкой застройки. И в калининградских книгах у архитекторов, если с ними пообщаться, можно встретить очень простую фразу, что это не город для жизни. Да, это вот такая классическая схема советской урбанизации. Да, пришли, вколотили сваи, начали строить, потому что, да, там завод должен быть, а здесь еще и опор на край державы, государственная граница проходит. Да, значит, стратегически важный для нас город. Но что там будет внутри, вообще не имеет никакого значения. Люди будут жить? Да какие люди? Нет у нас в Советском Союзе никаких людей, не для них делаем. Пятый кейс, с которым мы все хорошо знакомы, это кейс под названием воображаемый город. Да, здесь мы видим, какой город. Это метрополис Фрицеланга, начало 20 века, собственно, такая вот первая визуализация вот этого воображаемого города и его краха. Ну и дальше мы, конечно, увидим много всяких подобных примеров. Я здесь решил закончить картинкой с пятого элемента 20-летней давности. Но понятно, что сейчас это тоже никуда не делось. Там очень многие блокбастеры строятся вокруг некого фантастического воображаемого города, в котором хочется жить, под который что-то начинает подстраиваться. Архитекторы начинают воображать городские пространства в этой стилистике. И вот там появляются всевозможные интересные небоскребы, какие-то конфигурации, которые нас отсылают к этим воображаемым по факту конструктам. Дальше все еще сложнее. Да, вот какой следующий у нас кейс, очень популярный с начала 2000-х годов. Это кейс даже уже не мегаполисов, а кейс глобальных городов. Здесь я отсылаю, конечно, к Саске и Сассен с ее 30-летним опытом исследования этого феномена и с полным непониманием по факту, что же это все-таки такое, и есть ли вообще этот феномен глобального города. Есть некие узлы глобализации, и эти узлы по своим границам иногда выходят за пределы одного конкретного физически, исторически сложившегося городского ареала. И, соответственно, следом за глобальными городами со всей сложностью их интерпретации возникает… Вот здесь, собственно, такая карта глобальных городов, взятая мною из последнего рейтинга, одного из рейтингов. Вот мы можем посмотреть… Сколько тут их? 10 должно быть, да. 10 глобальных городов. На первом месте оказывается Лондон, да. И там разные шкалы, по которым можно… Я потом на сайтах еще покажу. У меня открыто несколько сайтов, на которых это можно будет увидеть и скопировать. Вот. Но следом за глобальными городами мы выходим на тему еще более сложную. Это тема гигаполисов. Тоже очень популярное явление, которое набирает обороты в аналитике. Что такое гигаполис? Это огромная урбанизированная среда, объединяющая несколько крупных населенных пунктов и среду обитания между ними. И первым таким гигаполисом считают на побережье Китая, там район Шанхая и туда вот как бы вниз, на 100 миллионов человек они сейчас там насчитали. И, соответственно, это диктует определенные правила. Скоростные магистрали, скоростные электрички, усложнение коммуникации между разными точками в этом гигаполисе. Но гигаполис пугает просто. Пугает не только своим масштабом, он пугает своим ужасом внутреннего устройства жизни. Те, кто в Москве жили, понимают, что такое 3-4 часа тратить в день только на то, чтобы проехать на транспорте. Даже если будет все скоростное, у тебя работа в 100 километрах от твоего дома. В общем, это все совершенно какие-то чудовищные, несоразмерные человеку явления. И приспосабливаться к ним можно. И понятно, что будут люди приспосабливаться. Но цена этого приспособления и издержки этого приспособления оказываются колоссальными. Поэтому появляется еще один термин и еще один кейс. Это слово «гетерополис». Вот это как раз то, что отсылает нас к такому больше классическому уже пониманию города. Города, где много разного. Где разные центры, культурно-политические, экономические и так далее не совпадают между собой и еще градация внутри происходит. Это разные люди, разные сообщества, разные культуры, религии, взгляды, ценности, принципы и так далее. И все это находится в очень сложном взаимодействии, которое требует и управления, и управляемости с одной стороны, а с другой стороны, сохранение культивирования. Потому что это позволяет как раз людям чувствовать себя комфортно в этой среде и ощущать себя более защищенными, нежели в том же гегаполисе, где тяга к усреднению и к унификации будет гораздо более сильной, потому что так проще городским… Городским даже не понимаю, кто управляет гегаполисом по факту. Но вот этим вот структурам управления им будет так гораздо проще. Так, ну это все у меня было про глобальные города. Ну и, соответственно, давайте выходить на какие-то ключевые уже выводы и проблемы. После всего, что мы проговорили вот этих кейсов, я напомню еще раз, что, на мой взгляд, любой из этих кейсов может самым неожиданным образом выстрелить в любом урбанизируемом пространстве. На примере Екатеринбурга мы видим, что такое становление заборов, мы видим, что такое самовольное принятие решений о том, как должен выглядеть город, какой у него будет логотип, и какая у него будет застройка, и кто будет за это отвечать, и ради чего это будет делаться. Мы понимаем, что когда речь заходит об агломерациях типа Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, или конурбация, это уже тоже все какое-то устаревшее явление. А может быть, это все-таки будет вот тот самый гегаполис. А если гегаполис, то почему бы мы тогда не стать гетерополисом? И вот это все вещи, с которыми придется в ближайшее, я так подозреваю, десятилетие жить, взаимодействовать и каким-то образом к ним приспосабливаться. Но завершать, конечно, хочется еще некоторыми наблюдениями. Во-первых, рассказом, как бы таким размышлением о том, что вообще происходит с вот этим концептом будущее города. Это концепт из, по сути, неолиберальной риторики, из неолиберального языка, в который вместили очень много хороших и интересных явлений и слов. Ну, например, культурные институции, брендинг, развитие территорий, там, public space, туризм и так далее. Это все обслуживает, по сути, вот эту одну единственную траекторию развития города и подчиняется очень циничным задачам коммерциализации и такой максимальный, максимального преодоления какого-то сопротивления от маленьких сообществ, от этих гетерогенных групп и образований внутри города. И, соответственно, давайте везде одинаковые стрелочки поставим, а давайте сделаем одну какую-то линию и будем по ней всех водить, а давайте, значит, вот здесь вот сделаем у нас public space, и все будут радостно туда бегать и чем-то заниматься. И таким образом создается система неравенства, создается система иерархии как внутри урбанизированного пространства, так и между урбанизируемыми пространствами. И здесь далеко ходить не надо, это всевозможные рейтинги, с которыми мы вынуждены иметь теперь дело, и на которых я бы, наверное, закончил свое выступление, можно просто быстро пробежать. Вот, например, рейтинг инновационных городов. Если кто-то видел у меня в блоге, я выкладывал у Екатеринбурга позиции хуже, чем у Казани. У Казани хуже, чем у Москвы и Санкт-Петербурга. Но в принципе у Екатеринбурга позиция лучше, чем у Баку. Если те, кто следят за Экспо, понимают, к чему я клоню. То есть Екатеринбург более инновационный город, чем Баку. Прекрасно. Нам есть к чему стремиться. Но Осаке мы проигрываем 300 пунктов. То есть Осака в этом плане опережает всех. Ну вот, когда Экспо ставит перед собой какие-то странные задачи. Вот, пожалуйста, вот это рейтингование, которое тут же уже к чему-то обязывает. Да, уже нужно куда-то гнаться, что-то делать, менять, трансформировать. Сразу возникают всякие соблазны эксплуатировать эту тему. Значит, города для миллениалов. Вот, пожалуйста, да. Миллениалы — это практически все, кто здесь присутствует в этой аудитории. Ну, вероятно, еще есть сентениалы, вот, но потом признаются. Вот, для них еще пока нет городов, да. Вот для миллениалов уже есть свой рейтинг. Пожалуйста, выбирайте, куда вы хотите поехать. Причем вы здесь еще можете повыбирать. Вот если по доступности интернета, то вот Остин вам подходит лучше. Да, а если по предохранению, да, контрацепция, Пекин. Вообще идеальный город для миллениалов. Пекин. Такие вот неожиданности. В общем, все великолепно. Еще какой у нас тут есть рейтинг. Ой, это какие-то жуткие… Да, это может потом будет посмотреть. По-моему, делала… Да, это Организация Объединенных Наций. Там у них огромное количество, значит, показателей, по которым они раскидали города. Но, значит, соответственно, тоже очень важно в этом рейтинге оказаться. Значит, здесь у нас… Так, это показатели всевозможные статистические. Вот, глобальные города, да. Это вот одно из агентств, которое очень такое авторитетное с точки зрения составления рейтингов. Вот, глобальные города. Здесь своя прям внутренняя борьба, кто куда попадет. Значит, там внутренние соревнования, что нужно усилить. Как видите, даже Москва где-то присутствует по музеям. Неплохо. Да, глобализированный город. Соответственно, ну вот те рейтинги, которые показаны. У меня, кстати, не открылась, значит, одна страничка. Где тоже по глобальным городам более мягкая конфигурация, где там не десятками измеряется, а сотнями. И там альфа, бета, гамма глобальный город. Да, значит, конечно, круто быть альфа, вот. Но, в принципе, неплохо быть и гаммой, да. Ну вот Екатеринбург там нигде не возникает, если что. Мы пока даже там до последнего буквы греческого алфавита в рейтинге глобальных городов еще не добрались. Перспективы все впереди. Но нужны ли они? Вот это вопрос уже ко всем нам. Потому что риски, опять же, которые за этим всем кроются, это риски вот этого единоличного, монополизированного контроля. И нам надо. Кому нам? Понятно, что не всем горожанам это надо. А когда мы начинаем взвешивать, правда ли нам это надо, что каждый из нас получает от экспо. Ну вот что? Нам там обещают, что бизнес будет развиваться, туризм поедет и так далее. Ну и что? Сколько из нас на туризме зарабатывает здесь сидящих? Вот как бы там будет много денег в городе, значит, зарплаты вырастут. Налоги, наверное, еще параллельно вырастут. То есть много всяких таких сложностей. И об этом интересно поразмышлять. Ну и совсем тезисом буквально обозначаю еще какие проблемы. Проблема борьбы права на город – это то, что будет обостряться в этих суровых сложных условиях выживания классических городов. Это стопроцентно. И это мы видим, когда жители начинают эту борьбу, борьбу против застроек, борьбу за такие фрагменты жизни городской, где еще возможна совместность. И тот же Берлин очень хорошо это показывает, как иногда девелоперы отступают. Там история с парком, не помню, как он называется, где хотели строить большой торговый центр, значит, там тысячные митинги, несколько лет. В итоге все свернули, решили, будем делать там ярмарку. И делают ярмарку. Люди там собираются, общаются и очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Таким образом, как сохранили эту классическую городскую структуру. Еще одна тенденция, которая себя будет проявлять, это вопрос, с какого момента урбанизированные пространства становятся сильнее национальных государств. Известная версия, вылетела сейчас с головы фамилия, скандинавского исследователя, политолога, который говорит о том, что к 2060 году будет 600 крупных городов вместо 210 национальных государств. И они между собой будут определять всю мировую политику. И это правда вызов серьезный. И то, что мы видим на примере тех же США, где на восточном побережье Бостон-Вашингтон, вот эта линия, достаточно сильно урбанизированная и перетягивающая на себя, я сейчас не помню точно процент, но очень большой, десятками исчисляющийся процент валового национального продукта. То есть вот в этом маленьком пространстве США производится огромное количество всего. И оно оказывается гораздо сильнее, как пространство всей Федерации, всех Соединенных Штатов. И может на определенном этапе начать диктовать свои условия. Но что показательно, если еще, например, несколько лет назад мы знали имена мэров российских городов. Сейчас мы, кто знает, кроме Ройзмана еще какого-нибудь, ну Собянина, наверное, еще, да, если там назовут как мэра. А дальше все. Да, точно так же и с мировыми городами. Там еще несколько лет назад все знали точное имя мэра Нью-Йорка, да, мэра Лондона. А теперь это как-то все размылось. Вот в какой-то момент они перестали быть такими значимыми политическими фигурами. И это тоже очень важно, что здесь пока нет какого-то однозначного тренда, что правда эти города станут субъектами, а их власти станут субъектами мировой именно уже политики. Вот, но определенные движения здесь будут происходить. И там среди политологов очень много, конечно, можно найти сейчас размышлений про суверенитизацию городов, про городополисы и все прочее, прочее, прочее. То есть, конечно, здесь вызовы политические, экономические нарастают. Мы не говорим про экологию, мы не говорим про энергетику, мы не говорим про качество жизни людей и про то, что я очень люблю это словосочетание, он приходится им пользоваться, там, человеческий ресурс. Все то, что тоже определенным образом определяет будущее города и понимание, что будет с ним происходить. Вот, наверное, здесь я поставлю многоточие. Давайте про Екатеринбург поговорим. Ну, во-первых, спасибо за то, что мы услышали. Во-вторых, поднятая рука, я подпекаю, вы заберете вопрос. Хорошо, у меня всегда есть право первого вопроса, потому что пока я собираюсь, я пользуюсь правом. Кто-нибудь передел вот эту историю с городами через время, через время, которое необходимо для того, чтобы доехать от места, где ты спишь, до места, где ты работаешь? Потому что для средневековых городов фактор времени, но и он был чрезвычайно важен для их возникновения, развития. Это фактор времени доставки продуктов. Тогда не было холодильников. Вот, чтобы город жил с определенным населением, вот, чтобы там было свежее молоко по утрам, про которую мы криковали, это молоко на телеке можно было везти очень недолго, потому что оно скисало и превращалось в простокваршу. Но там был временной фактор принципиально важен. Для нас, при наших средствах транспорта, сел на машину и поехал, мы можем доехать куда угодно, хоть жить в Екатеринбурге, работать в таком виде, наоборот, но мы психологически готовы к таким расстояниям все-таки. Через психологию расстояния, кто-нибудь считал, к равна. Наверняка еще бы исследование, социология мобильности, все это в огромном количестве присутствует. Мне социологи ведь не дадутся врать, да? И, соответственно, я не обладаю такими, там, какими-то данными конкретными, да, но огромное количество цифровых карт можно найти, как это все устроено. Другое дело, что, ну и что, да, и что дальше-то из этого вырастает? А ничего не вырастает, потому что к этому еще подключается неравномерность, просто неравенство в доходах. Один будет пользоваться метро, другой личным транспортом, третий, извините, из пригородной вертолеты прилетел вообще-то. Да, и если вертолетная площадка в ряде мегаполисов существует, проблем уже никаких нет. Это еще и временная шкала, я бы сказал, то, что очень любит Зубаревич об этом размышлять, да, временная шкала, вообще просто проживание внутри города в разных временных исторических зонах. И вот у нас же интересно, тоже можно такие машины времени, да, совершать. Вот поехать в Елизавет, например, вдоль Елизаветинского шоссе, где еще нет новостроек, где с общественным транспортом очень все плохо, такие маленькие прекрасные домики, часть из которых, причем, построена прямо в войну 41-43 год, да, и очень-очень-очень спокойный, архаичный образ жизни, и даже подъезды не закрыты, там еще никто не изобрел кодовые замки, уже не говоря о заборах вокруг этих домов, потому что враги же везде, а там еще врагов нет. Там еще вот где-то середина 20-го века, враги где-то там далеко на фронте, вот, они еще до Екатеринбурга не добрались. Да, вот это все вопросы вообще про время, безумно интересные и безумно философские, мне кажется. Микрофон нужен, потому что идет запись, так не будет, конечно, у вас слышно, но не надо. Здравствуйте, меня зовут Гагалин. Другой вопрос. У меня созвольт впечатление, что все развивается достаточно афроотически, но, как я думал, как вы думаете, получается, никто не выражает мнение людей или городов, и вообще, как это все контролировать, кто-то должен контролировать, и можно ли, ну, отзывайте, а городов, и вообще кто-то, кто-то должен учитывать в ней движется, и вообще, как вы это все... Ну, я вижу это как серьезно... Есть гелклавнический город? Нет, я в этом плане, конечно, левак, вот, что тут, значит, для меня это совершенно понятно, что должна вообще-то происходить борьба, и где-то она происходит, где-то она не происходит и не произойдет, да, борьба между разными альтернативными подходами к городу и к сохранению именно вот этого классического понимания города, города как города, да, потому что мы все-таки видим тотальное, вот, вот, это урбанизация, которую мы воспринимаем на глобальном уровне, это тотальная урбанизация, в том числе, города, да, вот это изживание всего того, что в нем составляет его содержание, да, вот эту людскую практику, да, вот это то, что очень сложно контролировать, и очень хочется контролировать, да, поэтому лучше как-то от этого уже избавиться и жить, и пусть они там все в многоэтажечках себе сидят, на лифт сели, спустились в машину, до работы и обратно, да, в супермаркет раз в неделю, все довольны, фитнес-центр, да, то есть вот все уже распределено, роли заданы, направление есть, и вот мы сейчас участвуем еще в одном исследовании, оно не про урбанистику, оно про современное искусство в городах России, и семь городов мы проехали, я должен сказать, что семь городов все очень разные, при кажущихся общих каких-то моментах реально все очень сложно устроено, да, свои городские режимы, свои в некоторых случаях реальные городские традиции, да, там, если мы возьмем Норильск, например, да, сравним с каким-нибудь нашим, там, вроде моногородом, да, промышленным, мы найдем очень мало общего, да, потому что это вообще просто другое, другое понимание всего, в том числе и отношение к городскому пространству, к городской среде, и в этой связи единого рецепта, конечно, нет и не будет, но некоторые пытаются говорить, что нет, он возможен, он есть, и вот, например, будущее города, это вот такое будущее города, и начинают рисовать какую-то фантасмагорическую, воображаемую картинку, вот, некоторые там удачно спекулируют, ездят из города в город, там возят заявочные комитеты различные, значит, успешно пишут заявки, да, совершенно не задумываясь при этом и не ставя перед собой эту проблему, дилемму как моральную, да, что он-то уедет отсюда со своим заявочным комитетом, да, а городу это потом переваривать, возможно, еще десятилетиями, да, все это наследие и все последствия, которые вот принятых спонтанно решений, там, ради каких-то, в общем, на самом деле материальных выгод, да, но при этом прикрытых идеалистическими представлениями. Поэтому нет единого рецепта, нет единого в том числе подхода к тому, как с этим бороться, да, с вот этой монополизацией со стороны там олигархических или властных структур. Спасибо. Алексей. На ваш взгляд, в чем очарование Большой Урал, 7-8 больших городов, но везде Екатеринбург, это столица, то, в чем многое стремится и так далее. В чем очарование, на ваш взгляд, вы и кто-то виноват в системе. А вы Екатеринбуржит? Да. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Правда не знаю. Несмотря на то, что регулярно делаю какие-то экскурсии, привожу сюда разных людей, но у меня не будет ответа, потому что в последнее время я ощущаю, что мы, конечно, в колоссальной, такой сконструированной медийной ловушке, где говорить о Екатеринбурге плохо, да, это морду же сразу набьют. Это что-то я сейчас, если начну тут говорить, что, ну, правда, вот что тут хорошего-то? Да, что мы тут все сидим вообще? В этом городе с экстремальными перепадами температуры, как недавно выяснилось, мы один из немногих городов мира, где амплитуда колебания температуры суточная, да, экстремальная. Вот, это вот там в Якутии минус 70, а у нас за день может там от нуля до минус 30, бах, и в Якутии будет медленнее все это происходить. То есть в этом плане очарование это скорее в людях, которые искренне верят в то, что они живут в самом-самом городе, по крайней мере, России, если не мира. А с точки зрения вот какого-то такого внешнего взгляда, я последние два года предпочитаю, приехали, если туристы, сначала внешний Тагил. Вот внешний Тагил, чтобы сразу такой уральской настоящей жизни увидеть, да, я имею в виду и завод работающий, дымящий разными цветами, и ландшафт, да, и вот эти отвалы, и людей суровых, и отсутствие всей этой хипстеризации жизни, да, там, пойди, найди нормальное кафе, вот, тем более вечернее время, да. Соответственно, вот сначала там вкусить это все, потом уже в Екатеринбург, так вот, чтобы расслабиться и почувствовать себя в нормальных условиях. К сожалению, мне кажется, мы действительно стремительно теряем и своеобразие, и определенную ауру. Мы можем ее медийно конструировать, но вот сказать, что Екатеринбург — это вот нечто такое уникальное и запоминающееся, мне пока сложно. Я спрашиваю сюда потом людей, что они запомнили, да. Это очень, как правило, такие размытые вещи, которые скорее о нарративе, да, вот о том тексте, который их сопровождал во время присутствия здесь в Екатеринбурге. Вот, не о каких-то там вот образах Ельцин, да, там, расстрел царской семьи. Нет, это не то, что хочется держать в памяти, как главные маркеры этого города. У нас сейчас вот по токам на реконструкции Бахаринского моста происходит. Вот, и такое существенное получается событие для города, потому что где-то один из центральных токов он проходит, и он виден, и там, наверное, это тоже, как бы я считаю, что предстояние в Екатеринбурге. Вот. У меня возник вопрос, почему при реконструкции он остается таким же, как иду, в высоком технологическом мере, хотя реконструкция существенная. Мы влияние в него сделать какой-то вот маркер, как вы говорите, который станет лицом, ну, один из маркеров. Вот. Но в течение времени он стал таким же, как и донять становится таким же. Почему не улучшать, если бы вот тогда есть какие-то новые суспективные причины. Хороший вопрос. Вот. Вторая часть мне больше нравится, чем первая, потому что я не могу отвечать за архитекторов, да, и за главного архитектора города. Вот это... Да. Ну, я считаю просто, что идеологическая составляющая, которая в троихе появляется, она выпускается, просто не следует... Это просто изначально было задумано, что мы делаем неприменно такой же, похожий, то есть не такой же точно, потому что он расширяется, но они сохраняют исторические облики. Вот там идея была такая, что делают? Мост, Золотые Ворота, мы любим такое, а вот сохраним. А я хочу строить Махаровский жилой комплекс. Да, да, да. В историческом стане напротив железной направления железной дороги еще дышку строить. Ну, то есть вы правильно их ловите на лукавстве в том, что сохраняя исторический облик вот этого конкретного объекта, контекст, в котором он находится, они трансформируют. Потому что действительно, если мы посмотрим на советские снимки Свердловска, да, где за этим мостом горизонт, да, где нет вот этого, то, что есть сейчас в виде домов-свечек, он действительно очень красиво смотрится. Плюс еще река чуть-чуть, там, пруд был шире, полноводнее, да, как-то это очень хорошо… Макрея. Макрея, да. Ну, как бы мост, как бы он был, он глубже уходил, да, в воду, чем последние годы. И, конечно, он, да, эстетично, эстетически, наверное, это было действительно симпатично и красиво. Вот, но в целом, да, все-таки, если вот как бы обобщить ситуацию, это, ну, это вот такой, да, да, действительно уровень восприятия будущего города, да, где ни о какой реальной стратегии, в общем-то, ведь речи не идет, да. Инфраструктуру надо обновлять. Ну, вот прикроемся фразой об историческом наследии. Все же любят историческое наследие в Екатеринбурге. А, давайте вот мост мы будем рекоментировать. Не дай бог пойдут обнимать. Вот это сейчас самое страшное, что пойдут обнимать. Гигаполис? Иннополис. Ну, я понял, да. Я там не был, я не люблю комментировать вот такие истории, в которых я контекстуально не могу побывать. Да, то есть мне гораздо проще, вот, например, сейчас сравнивать тот же Калининград с Екатеринбургом и обнаруживать, что тот же сам постсоветский-советский-постсоветский человек, но насколько по-разному он все-таки адаптируется к городским реалиям, особенно в той части, которая сохранилась немецкая. И вот помните, у конструктивистов, мы в Свердловске же в Екатеринбурге любим воспроизводить эту фразу, архитектура должна была определить советского человека, создать советского человека. Вот там я это увидел, как архитектура немецкая создает гибрид постсоветского, такого брусско-кинигсбергского жителя. Самое поразительное было для меня, когда я увидел дверь немецкую со стеклянным окошком, не железную, а деревянную, вот ту историческую. Дверь в квартиру с улицы, потому что это кварталы, то, что мы бы назвали таунхаусами, строились для рабочих в начале 20 века. И вот советский-постсоветский человек через улицу в 90-е годы была калининградская мафия. Стреляли, убивали, ни заборов, ни железных дверей этот человек не поставил. Улица абсолютно открытая, и у всех сохранились немецкие двери в их квартирке. Люди испытывали страх, но нашли в себе барьер. В Екатеринбурге не нашли. Сначала железные двери, решетки, еще одни решетки, железные двери на подъезды, еще и заборы. Вообще не просочился. Никуда этот злейший враг где-то тут обитаемый. Вот эти вещи меня действительно цепляют, они мне интересны. А я на полис, ну побываю, расскажу. Пока не был. Потому что у нас же дверь не с 20-х годов прошлого века? Да там не в исторической ценности, не думали они об этом. Просто внутреннее какое-то состояние. Так действительно комфортнее, так удобнее. В конце концов, ну а как я увижу, кто там стучится в мою дверь? Вот они в Калининграде, они не тоскуют по Пруссии, они самоопределяются через Пруссию, хотя там где-то бывшего жителя нет. У них там все там, есть ли кофейня, есть ли пивная, есть ли ресторан, это все что-нибудь русское или нехзберское такое. У них сейчас много исследований, именно это специфические калининградские феномены. Их больше, видимо, нигде в мире в принципе быть не может. Да, потому что это специфические условия жизни. Там присутствует ностальгический характер. Вот он присутствует. Да. Да. То, что у нас нет маркетинговых рецептов, нет очарований, это связано с тем, что очень много штустен, поэтому не зашли цеплять. И второе, вот про городскую тематичность, то есть специфика, понимаете, и газа. Значит, про маркеры исторические. Знаете, вот прошлый год нам показало еще, как я это сейчас рефлексирую, еще одну очень интересную историю. Мы как-то, ну, и не проговаривали ведь никогда, наверное, особенно в Свердловске, где это было не принято проговаривать, именно, да, что является историческим центром города. Да, потому что мыслили всегда классически, да, и назначили в советское время площадь 1905 года. Вот у нас будет центр, вот здесь. Да, потому что памятник Ленину здесь, парады здесь, ну и елки сюда же. Вот. Вот это стало вдруг центром. Хотя, как бы в ткани города и в логике его развития никаким центром не было. Город не оттуда разрастался. И прошлый год нам вдруг показал, что реально это исторический центр вокруг которого все формируется. Это городской пруд, плотина, да, и я на это обращал сразу внимание. Главный маркер этого, то, что власть изначально обстраивала городской пруд по периметру. Да, дом горного начальника, если мы вспомним, да, противостоящие ему всесильные Тарасовы на противоположном берегу, резиденция губернатора, белый дом, да, там, дом жилой, который Ельцин строит для себя в 1977 году. Это все вот как бы показывает, вот он центр-то реально, не вокруг площади пятого года, а вот здесь. Да, и это очень важно. Это значит, что мы вообще просто неправильно для себя собираем Екатеринбург. Да, вот по этому примеру я делаю такой вывод, что мы просто должны произвести пересборку города, в том числе, вот с точки зрения, понимания, где они вот эти реальные, это исторические точки, исторические маркеры. Потому что там только благодаря, ведь, наверное, движению «Реальная история» поддерживается еще градус вокруг Царского моста, последней реальной исторической точки, где сохранилась цельная усадебная застройка, более-менее сохранилась, уже, правда, с точечными вкраплениями, но она еще есть. Больше мы этого вообще нигде не видим. 18 века нет вообще, больше не присутствует ни в каком виде. 19-е крохотными фрагментами, деревянной архитектуры нет, в принципе. И вот это все о том, что требуется, уже давно требуется пересборка, но мы опаздываем по времени. Про идентичность я вам ничего не скажу. Вот это должны исследователи, наверное, делать такие вещи, замерять там всячески и так далее. Но город, я его всегда определяю, город с особым внутренним прочтением свободы. Но вот это что-то другое. У меня вопрос касательно тоже пересбор решения гражданина, вообще пересбор, пересбор, осталось так, сколько объективов у него на каком-то металле. Вот, идея, вообще, тогда было сносо всяких, как раз, панелей, и возвращение стали и местной культуры. А, насколько нам вообще адекватно и правильно, или нет, или такое делать, надо безносимого света и возвращать у него здесь, но это вы сейчас буквально экстремизм... Все это уже не трогаете. Да, это экстремизм и терроризм уже по нынешним меркам вы ставите под сомнение достижения. Вот, нет, это, конечно, недопустимо абсолютно и логически это тоже невозможно, никто всерьез это рассматривать не будет, как бы хороша ложка к обеду. Да, надо было это делать, конечно, тогда еще, когда была возможность, когда были островы домов, когда были люди, которые понимали, что это такое. Было принято идеологически, было принято решение упразднить. В Советском Союзе не должно быть капиталистического, фашистского, гнезда фашистского. Это должно быть... вот эти действительно ужасные панельки, потому что они феноменально ужасные. Они феноменально ужасные, но мы же понимаем, что эти феноменально ужасные панельки везде. То есть, если Калининград, они нашли сейчас одно решение. С жалыми пацанами, которые жили. Они нашли решение, они нашли решение. Вот я был в ноябре там, они покрасили к чемпионату мира панельные дома. Причем покрасили в такой нежно-голубой цвет, чтобы, ну, как бы вот с небом, когда оно голубое, сливалось. Если оно не голубое, то кажется, что даже где-то есть кусочек, ну, там все время пасмурно. Вот теперь кусочек неба присутствует. На этом фоне сейчас будет вырастать огромная синагога, ссылающая как раз к Кенигсбергу. То есть, они восстанавливают ту самую синагогу, снесенную, не помню, в 43-м, по-моему, ее году окончательно взорвали немецкие власти. Но вот такая вот у них странная идет попытка. То есть, да, это такой город фантастический. Но можно я еще… Да, я недавно нашел еще один пример. И вот в феврале поеду все-таки смотреть и сравнивать. В Израиле, похоже, та же самая история с Яфой. Да, вот примерно то же самое, судя по описаниям, происходило в середине, в второй половине сороковых и в 50-е годы, когда Яфу просто выхолостили арабскую, поменяли еще название, сделали Тель-Авив-Яфу и дальше создали такие фейки. Вот это вот будет историческим центром Яфы, который уже нет. Такая получилась очень интересная. И все местные жители тоже как бы вынуждены были выехать из этого города. Он был заселен другими людьми, которые не были носителями ни идентичности, ни памяти, ни вот этих кодов взаимодействия. И вот я хочу сейчас съездить просто посмотреть, как это все действительно вот можно ли это сравнивать с Калининградом. Но вот эти два примера мне кажется очень любопытные с исторической перспективы. Георгий, у меня вопрос следует из другого ранее пришлось еще. Уникальность города как столицы Урала, есть связь с распределением бюджета. И как бюджет был, например, в 90-е распределение финансов, и как сейчас, если столица забирает, то уникальность города с этим же постепенно укасает. И из этого следует экспонампу 2025. Оно поможет нам уникальность его развить. Это на благо будет или наоборот сотрет подкидок глобализации? Мне кажется, что это такие тоже не очень для меня очевидные сейчас взаимосвязи. Но уникальность нельзя купить. Она непокупаема. Она создаваема. И соответственно, современность, когда говорят об уникальности города, говорят о нескольких измерениях. Это историческая уникальность. Кто-то жил, что-то происходило, какая-то уникальная историческая застройка вписана в мировую культуру, например. Либо уникальность, что более сейчас, уникальность стиля городской жизни и уникальность производства. Производятся инновации. Инновация уникальная и город. Это вот то, что ряд исследователей очень четко между собой связывает. Что одно без другого не может существовать. Что вслед за инновацией придет и вот это уникальное понимание. А вот Екатеринбург-то оказывается ого-го. Все остальное это будет пиар-ходы, какие-то выдумки, попытка. И тут никакого бюджета не хватит. Потому что вы не создадите искусственным образом уникальность из ничего. Нужно сначала что-то уже иметь. И вот это вот имеющееся дальше правильно встраивать и эксплуатировать. А неравномерность распределения бюджетов, но об этом, мне кажется, все понятно. Несправедливо. Надо требовать обратно. Добрый вечер, я написал, я напомню. У меня такой вопрос. Ты говоришь про рейтинги различных агентств. Зачем городам эти рейтинги? Что они дают? И это все следствие? Или это цель попадания в эти рейтинги? Если это цель, то что городам найдет попадание в эти цели? Я же говорил, что это в логике вот этих всех манипуляций и циничного использования. Но если вы город отсталый, вам же надо осовремениться. Мы сейчас как команда к вам приедем и поможем вам осовремениться, например. И разработаем вам и мастер-план, и инновации, и экспо у вас проведем, и денежки ваши все увезем. И мы будем довольны, и вы будете счастливы, потому что мы вам столько всего прекрасного создали. А потом мы вдруг выясняем, что ну да, 550 гектаров экспо, а дальше-то мы с этим что делать будем? Кто вот это все содержать будет? 550 гектаров – это нехилое пространство на окраине современного Екатеринбурга. И сложно себе представить, что вдруг вокруг возникнут колоссальные там жилые кварталы, и все ринутся именно там. Теоретически, наверное, нам никто не показывает этих раскладок. У нас нет понимания наследия экспо в 2040 году, это не так долго на самом деле, 20 лет всего. В 50-м году ты через 30 лет. Никаких раскладок, это даже не принимается во внимание. Поэтому я к рейтингам отношусь, как ко всем рейтингам. Это хороший способ, такой инструмент. Воздействие, манипулирование и создание иллюзий. Кто-то покупается, кто-то нет. Какая практика, на ваш взгляд, лучшая была, как создается город? Рассматривался ли он в качестве города будущего? Как образ города будущего? Город из прошлого, как город будущего? Кто знает, как ты, как ты, как ты? Так, значит, да, про проектирование. Практики проектирования. Ну, я уже говорил в самом начале, что буквально параллельно с нами идут несколько мероприятий. Значит, на одном Свят Морунов и Центр прикладной урбанистики. Своя методика, свое видение, свои подходы к тому, как проектировать, собственно, город. Как менять среду обитания так, чтобы людям было в этом пространстве, по крайней мере, оно было соразмерным. По риторике мне нравится, как Свят это формулирует. По результатам я не понимаю, как это, где и как это работает. Потому что сеть ЦПУ, можете тоже потом посмотреть в интернете, это обширная сеть. Я в Тарусу приехал, там уже три человека из ЦПУ тут же встречаются. Уже там Тарусы, это вот там, как не знаю, в Арамиль приехали, не в обиду, а рамильцам будет сказано. В общем, не ожидаешься, что там тоже урбанистические какие-то тенденции, население этим заражено. На самом деле методика огромное количество. Свои подходы формулирует школа, высшая школа экономики, урбанистический центр. В Шаненке своя урбанистическая линия. Мэр Собянин, например, со своим прекрасным проектированием образа будущего Москвы. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я думаю, что здесь сотнями, если не тысячами исчисляется эта система. Для меня все-таки самое важное, чтобы в центре внимания был человек, а не вот эти структуры, какой тут небоскрёв где должен стать и сколько гектаров освоить под очередной экспопарк. И что, тут не возникает ни меня, ни кого-то из нас. Будем эгоистами в этом. Спасибо. А, про Аркаим. Будут ли города будущего, и все же безумие. И такими же, как это называется, метафизические практики в городах будущего. Я припоминаю, что где-то мне несколько раз встречались упоминания про то, что вот эта концентрическая структура воспринимается как действительно достаточно такой уникальный вариант создания города, но мы за 20-й век столько накопили вариантов и опытов, что Аркаим это будет один из многих. Но если кто-то попытается воссоздать, не знаю, были такие попытки, я не встречал. Но мне больше нравится, как историки, хорошие профессиональные историки работают с объяснением, почему Аркаим именно такой, что происходило вот в этих жилых ячейках, как это было встроено в экономическую хозяйственную структуру тогдашних жителей Южного Урала. Вот это интересно, а все остальное это какая-то… Здравствуйте, меня зовут Немур, я из Плигорода, из Греха, Прекрасно. Не местный. Ну, не местный. Не местный. Вы интересный. Ага. Вопрос вот какой. Вот в логике развития городов, муниципалитетов лежит, ну, по крайней мере, с точки зрения администрации, да, и с точки зрения наполнения бюджета, да, как по администрации, лежит в том, что в строительстве как можно выше, как можно больше площадей, да, значит, и в основе это лежит в том числе, например, бюджетно-закладательство, да, что чем больше площадей, бюджет наполняется, это налог измерий стопроцентно зачисляется, налог из недвижимости, это так, да. Вот скажите, есть ли примеры какой-то другой логики, да, когда города начинают строиться не ввысь, а наоборот строятся вниз, ну, грубо говоря, коттеджи и поселки, да, и в основе этого что лежит? Изменение бюджетного законодательства, изменение менталитета, вот хотелось посмотреть в мировой практике, вот кроме ввеси, есть ли успешные проекты строительства? Ой, слушайте, это бесконечное, как я понимаю, да, это, конечно, вопрос не ко мне, потому что это компетенция, скорее, городских планировщиков и архитекторов, но вот там по касательной, когда я этого касался, там в книгах того же Глазачева, например, у Трубина эти все вещи тоже так или иначе обозначены, это спор 20 века, да, вверх или вширь, потому что здесь действительно работают разные логики, экономические, хозяйственные и представления о том, действительно, где человеку будет удобней. И там, и там есть удачные примеры, и неудачные примеры, да, вот, например, Гонконг, его вширь никак, он только вверх может расти, да, и вот эта усложненность Гонконга, она вот связана там вот с совершенно конкретными вещами. А там, где огромное пространство, есть возможность, там, и американцы с этим экспериментировали, и поэтому там тоже появились, кстати, такие города-призраки, по-моему, это Филадельфия, если не ошибаюсь, где была вот эта логика застройки как бы горизонтальной, да, создание, ну, не города-солнца, но вот какого-то такого схожего типа поселения с очень таким экологическим восприятием, экологическим, не только с точки зрения чистоты, а с точки зрения экологии пространства и взаимоотношений людей с этим пространством. И не сработало, да, это стоит мертвым грузом, никем не заселено и уже давно руинировалось. Поэтому, как я понимаю, это какой-то вот спор, да, точку в нем никто не поставил. Очень все зависит, но в ее голосах, это уж очень просто. Меня зовут Андрей. Собственно говоря, я очень активно нежу по Уралу, 4-й, 11-й, и другие города. И вот вы рассказывали про Калининград, да, в том, что вы видите, что там участные селения есть, это, это, такие, хотя по факту там нет ничего прошлого жителя. Я смотрю, что, собственно, когда на Урале в Кейнбурге мы начинаем очень сильно стесняться и не забывать наше заводское прошлое, да, то есть мидовое и вот заводы и все остальное. И даже вот этот другой активно с маршрута там в президиции это даже становится более эфифовским направлением, да, нежели идентичность дерево с уральцем именно связь с этим заводским прошлом. Почему вот так происходит? Потому что какой процент вот здесь присутствующих точно знает, не, 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 вот кто точно знает, что ваши родственники жили в Екатеринбурге или на Урале 200 лет назад? Не, один человек, три человека, хорошо, 100 лет назад. Так, еще несколько. Окей, да, то есть вот они жили на Урале или в Екатеринбурге? На Урале, потому что у меня давняя такая мечта все-таки попробовать как-то вообще понять, а сколько коренных есть екатеринбуржцев в нынешнем Екатеринбурге. Вот про Урал то же самое, ну как бы носителей идентичности я подозреваю не так много, да, это будет воображаемо, мы припишем себе, потому что там, как правило, у большинства сюда прислали в советское время. Ну потому что у них два вызова колоссальных, они отрезаны от материковой России, они на острове фактически, вот был остров Крым у Аксенова, а тут можно спокойно теперь писать тоске в Калининград, там оно в своем плавании, в случае чего ведь мы понимаем, что очень проблематично будущее Калининграда в сложных стратегических условиях, скажем так. Вот, а с другой стороны им все время в повседневности приходится с этим взаимодействовать. Они не наследники, но они живут в этих домах, у некоторых мебель, та еще немецкая, регулярно находят какие-то артефакты и все время вот им приходится с этим взаимодействовать. И в какой-то момент, когда своя повседневность обрытла и нет никакой перспективы, приходится грезить вот такими вот романтическими идеалами и представлять, что а там-то, вот если бы мы бы жили в том правильном Кенигсберге, все было бы, конечно, иначе. Здесь, ну я не готов грезить о том, что при Демидово было так замечательно, что Демидово для меня альфа и омега, но я хочу грезить большим Уралом с точки зрения тысячелетней истории этого Урала, что Демидово это крохоть моя, просто там занимающая, не знаю, титр последний в фильме об истории Урала. Страница. А дольше, а мы об этом практически ничего не знаем. И нет мест, которые бы конструировали мифологию и нарратив вот этой большой истории Урала. Историки, археологи кое-что знают, но, к сожалению, они не популяризируют свои труды, правильно? Ведь мы, там Шигирский идол есть у нас в Куреведческом музее, а как люди жили вокруг Шигирского идола, да черт его знает. У нас в Пермском крае прекрасный звериный стиль, и только Борис Оренбург сейчас занимается тем, что пытается мифологизировать, как умеет. Ну, как получается, да, но он пытается, по крайней мере, это сделать. Мы тоже не представляем, а что с этим всем делали люди, что это вообще за артефакты. У историков есть своя версия, но она для нас сокрыта. Поэтому вот об этом большом Урале я бы хотел знать и как-то с ним себя ассоциировать. А вот с этими не самыми иногда приятными, с человеческой, гуманистической точки зрения династии как-то не сильно охотно. Я еще и простой ответ про Калининград. Калининград невозможно продать. А Калининград продается и в советские времена продавался и в Калининград. И это само собой, да. Конечно. Меня зовут Андрей. Такой вопрос. В городах существует много проблем. Например, создание каких-то районов, где-то транспортные проблемы, которые пытаются решить такими методами, продавляясь в городскую скальню. Там как-то меняют транспортные схемы, перестраивая районы где-то. Это как выходит противоречие существует сообщества, которое как-то по-другому это видит. Это как получается новое движение в ткань города, которое уже существует, которое несовершенно. То есть получается конфликт между каким-то стремлением решить проблемы цитальным способом и уже устоявшейся структурой города. Какой должен быть механизм взаимодействия власти и общества, которому не нравится вторжение в туристовую жизнь, которая привыкла? Я понял по содержанию вопроса. Мне очень не нравится использование слова гетто в данном контексте. Потому что если мы говорим о гетто, то может быть гетто не надо сохранять. Да, но если мы говорим о сложившихся локальных общностях, локальной среде десятилетиями или столетиями существующей, конечно, собственно, здесь левацкие идеи о праве на город, они здесь и включаются. То есть люди должны найти в себе силы, волю, проявить этот характер и начать защищать среду своего обитания в том виде, в котором они привыкли или хотят ее видеть. И не отступать. Вот у меня есть свеженький пример. Это город Гданьск. Там есть такой район, Дольномясто, так оно называется, пониженная зона на берегу реки. И там буквально последние 10 лет жители начали консолидироваться. Вокруг такая тотальная застройка. Берег, Гданьск, в общем, джентрификация, прекрасные дома в стиле Гамбурга, вот это вот, Хаффен-сити. И тут вот это все возникает. А у них бывший промышленный райончик, то, что вы гетто бы, наверное, назвали. Там трамвай когда-то ходил, трамвай убрали, потому что, ну что тут, господи, гетто же, зачем туда еще трамвай пускать? Загнуться сами. И они там вдруг объединились, начали водить экскурсии, создали реальный комьюнити-центр, издали книжку об этом районе, значит, регулярно проводят мероприятия, взаимодействуют со всеми жителями этого района, так или иначе, и как бы вот формируют эту локальную идентичность, чтобы в том числе сопротивляться застройщикам. Вот. Но проблема в том, что застройщики тоже люди продуманные, да, они активно поддерживают эти все начинания, потому что это все капитализирует это место. И там начинают возникать клубы, ресторанчики, это становится модным местом, а стоимость этой земли растет. И на каком-то этапе у местных жителей возникнет, и мы просто как раз этот пример разбирали с точки зрения вот такого возможного будущего, когда работали, школа была в Польше, вот это был кейс, да, что через 10-15 лет будет интересно посмотреть, продадут ли жители, подорожавшие в 5-7-10 раз квартиры и дома в этом районе, забыв об идентичности и обо всем остальном. Ну потому что, ну правда, хочется заработать иногда, да, не только… Условия не очень приятные. Вот гетто, да, такое хорошее старое польское гетто, да, застрявшее в середине 40-х годов 20-го века. Ничего не перестраивали с тех времен. Вот, у нас, я вижу другие примеры. В Торчермет, например, да, пока не было метро, жители Торчермета вообще имели невысокий шанс оказаться в любое время в центре Екатеринбурга. После появления метро на Ботанике мобильность Торчермета, мы замеряли это еще в 2012 году, начала трансформироваться. Начали появляться другие культурные потребности и практики. И вот те, кто на Торчермете, там невысокий процент, но часть молодежи начала менять траекторию. И вместо того, чтобы оказаться после школы в местах не столь отдаленных, они начали в центре выстраивать другой образ жизни. И это сработало. Вот это вот пример гетто рядом с нами. Ну да, про коммуну речь, да? Нет, не про коммуну, а про то, что центр Парижа был перестоят. Да, вот он же из-за этих всех сопротивлений. Да, да, да. Парон Осман, да. Могли бы сопротивляться. А жители тех домов, которые стоят в центральном парке Нью-Йорка обожаемого, тоже могли бы сопротивляться? Могли бы. Могли бы. Серьезно? Могли бы. Еще, а что это за ним? Блозер и Воскистер. Леваков. Ну, собственно, это поставлено в качестве одной из задач, да. Но это не значит, что любой объект, который массово будет назначен объектом культурного наследия, надо побегать защищать. Вообще, не ко мне вопрос. Комитет городского пруда абсолютно горизонтальная история. То есть если вы себя ассоциируете с комитетом, то вы выходите и говорите, я хочу, давайте объединяться. И мы объединяемся. Пока более-менее какой-то ресурс есть, да. Люди друг друга узнали, поняли, что это, наверное, работает в каких-то определенных обстоятельствах. Правда, там часть людей сейчас, они и были изначально, но к ним примкнуло после всех этих действий. Они подключились к защите царского моста, района царского моста. И вот здесь, собственно, через дорогу, да, то, что попадает сейчас под застройку, сад Казанцево, дом Елового и так далее. Ну там чуть-чуть небольшой процент, не процент даже, количество людей, да, которые об этом хотя бы узнали, вот, и начинают в этом направлении размышлять. Вот, но понятно, что таких, кстати, таких болевых точек остается все меньше и меньше, на самом деле, потому что просто вообще исчезает исторический слой Екатеринбурга. Через 15 лет мы, видимо, будем ставить вопрос, как защищать, не знаю, хрущевки, да, такими темпами. По прошествии времени мы перестроим пассаж и вернем ему исторический вид. Все? Тогда спасибо большое, Катюшкин. Спасибо вам.